Вот если герой Лилии Парова разочаровался в том, что он делает, ну, судя по всему, так и есть, да, то вот герой расследования Михаила Моглова, который он сделал для YouTube-канала Ильи Яшина, вряд ли разочаровался. Миша Моглов рассказал про миллиардера Алексея Репика, фарм-короля России, ну, то есть он владелец одной из крупнейших фарм-компаний России, который одной рукой, связанной с ним компания, реконструирует Мариуполь, оккупированную российскими войсками, а другой рукой, другой, там, не знаю, частью своей души и всей своей семьей, он пытается легализоваться в Америке, и вроде как даже успешно у него это получается. Миша, ты со мной или? Привет. Привет, Миша. Скажи, пожалуйста, сначала, ты вообще сейчас работаешь в проекте, но расследование вышло на канале Ильи Яшина, и расскажи, почему вообще, что это, это какая-то новая серия расследований, почему там? Нет, ну, здесь надо знать немножко предысторию, потому что в расследовательскую журналистику я пришел, наверное, из расследовательского активизма, и он начался в 2014 году, когда вместе с депутатом Борисом Немцовым, который был депутатом в Ярославской области, мне были интересные расследования, ему хотелось расследований в регионе, где он был депутатом, и так мы начали сотрудничать и создали проект, который сейчас называется «Сканер Проджект». И, кстати, расследование про компанию Airpharm и Репика, это было одно из первых наших расследований, когда мы рассказывали про то, как Ярославская область закупает иностранные препараты для онкобольных по завышенным ценам. Полтора года назад я присоединился к проекту, но «Сканер Проджект» продолжает делать расследования, иногда в кооперации с иностранными журналистами, в том числе с украинскими, и это вот наше новое сотрудничество с Ильей Яшиным, который, к сожалению, сидит в тюрьме, но вот мы придумали такое сотрудничество на его YouTube-канале, который он сам в том числе может только времени от времени поддерживать. У него аудитория, а у нас, не знаю, как мне кажется, неплохие истории, которые заслуживают внимания аудитории. Теперь про саму историю. У нас у журналистов-расследователей есть такое понятие как общественный интерес, то есть чем эта история интересна публике и почему мы вправе рассказывать о личной жизни человека. Вот ты в своем расследовании много времени уделяешь как раз личной жизни Алексея Репика, вот у меня даже есть видео, Репик с женой на инаугурации Трампа. Может, посмотрим его? Да, да, давай. Да. Репик. Так, надо звонить по особому телефону. А можно нам видео... А можно видео Репика на инаугурации Трампа? Из Вашингтона. Сработает. Из Вашингтона. А, да. Видишь, тут что-то мешалось, поэтому видео нету, но... Давай расскажу. Смотри, про личную жизнь... В чем общественный интерес? Ты рассказываешь про его детей, про его жену, что они американские граждане. В чем общественный интерес? Почему... Сейчас, смотри. Обязано в этом знать. Смотри, про личную жизнь мы рассказали, в принципе, крайне мало. Мы там, если ты обратил внимание, даже видео, где есть на заднем фоне, они едут в машине, несовершеннолетние дети. В общем, мы решили, что нам нет необходимости их показывать, их лица заблюрены. А его, так скажем, семейная жизнь показана исключительно в контексте того, что, ну, по крайней мере, до недавнего времени свое будущее, будущее своей семьи, он связывал непосредственно с Соединенными Штатами Америки. И семья там проживала. Ничего более. Дальше как бы семейные какие-то отношения, они нас в этом смысле не интересовали. Ну, а то, что он вместе с супругой посещал и инаугурацию Трампа, и прежде перед этим был званный ужин перед инаугурацией, где он обнимался с будущим главой ЦРУ, это уже, как бы, знаешь, вопросы большой политики. Вообще-то, из российских бизнесменов там было порядка, ну, не больше, наверное, пяти человек, и один из них был непосредственно Репик. С точки зрения общественного интереса. Погоди, вопрос другой, да. Вот, ну, заработал деньги на поставки, там, не знаю, анальгина, аспирина. Почему? Вправе врываться в его личную жизнь. Он заработал их нечестно, что ли? Да, в том числе он заработал их нечестно. Собственно, я с этого начал еще с 2014 года. Мы говорим о том, что Алексей Репик сколотил свое состояние на госконтрактах, на поставке, по большей части, иностранных лекарств и иностранного оборудования. Мы рассказываем, напомнили в том числе историю, как посадили сотрудника компании, представителя компании в Хакасии, который был в сговоре с руководителем администрации и еще там ряд чиновников. И сговор заключался в том, чтобы завышать цены по госконтрактам и выстраивать эти цепочки. Отдельно мы это не говорили, но Алексей Репик за последние годы планомерно захватывает этот рынок, выдавливая конкурентов или не допуская их на рынок. Это, в общем, можно поговорить с людьми из фармбизнеса и убедиться в этом. Но главное... То есть, слоноговоря, благодаря связям с чиновниками, возможно, коррумпированными, он заработал... Я объясню тогда этот общественный интерес. Благодаря связям коррумпированным с чиновниками, он заработал миллиардное состояние, и при этом этот человек одновременно, он, значит, эти деньги тратит в Америке, пытается там легализоваться, и поэтому мы вправе о его личной жизни рассказывать именно, в том числе, американской. В этом общественный интерес. Правильно я тебя понимаю? Ну, не совсем. Это как бы там первая часть. Наверное, с точки зрения текущей ситуации, это бы сейчас, наверное, меньше интересовало. Меня больше всего интересуют, так скажем, бенефициары войны. Кто, с одной стороны, буквально зарабатывает на войне, и в данном случае Репик зарабатывает на строительстве, на отстраивании оккупированных территорий. Но так или иначе связан с жизнью в странах НАТО, будем говорить, как штампами пропаганды. Потому что именно пропаганда раздувает истерию про то, что НАТО хочет напасть, НАТО хочет захватить и все прочее. А люди, которых потом по мобилизации отправляют под вот эти рассказы про «вы идете воевать с НАТО», они как бы, в отличие от тех, кто получает на этом прибыль, они гибнут в этих окопах. Их туда отправляют, и они там гибнут. И здесь, как мне кажется, есть особый цинизм. Вроде нашлось видео. А можно видео как раз как Репик, пока российская армия воюет? Ну это старое видео, да? Репик на инаугурации Трампа. Можно это видео, пожалуйста? Должно сработать сейчас. Сейчас мы приехали на церемонию инаугурацию возле Капитолия. Сама церемония будет проходить в 12, но мы здесь уже в 9 утра. И сейчас здесь уже огромное количество людей. Вот только что мимо нас прошли Трамп и Милане, и вся его семья. И, похоже, Паран подходит к своему логическому завершению. Нет? Будет еще продолжение? Это даже самое начало. Это самое начало. Да. Расскажи вот слева, собственно, Репик. Расскажи, какие компании сейчас участвуют в реконструкции Мариуполя? Какие там объемы, сколько они там осваивают денег, можно ли понять? Ну давай сейчас, если честно, по цифрам, по объемам я не готов. Ну примерно, миллиарды. Значит, речь идет о компании, которая называется R-строй. Компания была зарегистрирована на сотрудников Репика. И, ну как бы, это люди, которые там топ-менеджеры в рядах компаний. Но мы выяснили, что первыми деньги, когда компанию зарегистрировали год назад, весной, деньги давала строительная компания, мама Алексея Репика, Валерия Даева ее зовут. Она тоже занимается, она занимается строительством клиник и поставляет туда западную технику, ставит. И, в общем, она профинансировала непосредственно, дала первые деньги компании R-строй, там номиналы Репика. У тебя там еще, знаешь, у тебя есть, ты доказываешь, когда, что они связаны, компания Репика, R-фарм и R-строй. У тебя есть замечательный кадр, можно показать ее, пожалуйста? Где ты, значит, тут вот это, это... А, да-да-да-да-да-да. Можешь? То есть у них даже эмблемы похожи, я правильно понимаю? Нет, они просто идентичны. Есть R-фарм гигантский холдинг Репика. И мы обнаружили логотипы изначальные, который попал на сайте объявлений, где ищут работников. Сейчас вот этот логотип R-строй, он уже сменился. Но мы нашли старые, ну и как бы это абсолютно идентичные логотипы. Собственно, и название R-фарм и R-строй. Но я так полагаю, что у Алексея есть фиксация на своей фамилии. То есть я предполагаю, что речь идет, что это за R спрятан Репик, потому что компания в США, на которой записан его дом в Сан-Франциско, там тоже, в общем, зашифрованы его инициалы. Ну, такое бывает у людей. Они очень... R-медицина, R-интернет, да, не знаю, там, R-гостиниц. В общем, если бы он такой бизнес развивал, у него все было с буквой R, да? Да-да-да. А что касается объемов, ну, давай вот прям 5 секунд, я попробую. Нет, я не нахожу. Ну, это не так важно. Просто про масштаб. Даже на тех видео, которые, собственно, мы нашли, где сотрудники сами рассказывают, они говорят о том, что в Мариуполе у них работает больше 2000 человек. В общем, ну, это довольно как бы строительные, довольно большие объемы. Сказать про конкретные масштабы довольно сложно, потому что, как вы знаете, у нас, в принципе, все, что касается обороны, давно уже госконтракты засекречены, а вот эти контракты, которые связаны с обустройством оккупированных территорий, они, в общем, в принципе, нигде не публикуются и максимально скрываются. И, в общем, Репик тоже сам, судя по всему, понимает, что понял, что у него могут быть проблемы, потому что он формально начал выходить из своего фармбизнеса. Ну, как бы, объяснение тут может быть только одно, чтобы бизнес не подставить под санкции после того, как он сам туда попадет. А сам он, семья его в Америке живет или они как-то, или он туда наездами ездит к ним, это известно? Ну, смотри, мы точно знаем, что до где-то 20-21 года его дети и супруга постоянно проживали в Сан-Франциско, а он туда регулярно прилетал на своем самолете. Потом, судя по социальным сетям, они выехали, но, кажется, часть детей до сих пор живут там, в США. Я думаю, выехали на фоне, не знаю, войны. Но при этом, опять же, по рассказам супруги, она недавно возобновила вести свой влог, она рассказывала о том, что ее дети рождались в США, ну, а тут, как бы, у нас есть отсылка видео, конечно, к Кучери, который говорит, ну, как бы, мы не знаем наверняка, есть ли у нее гражданство США, но предполагаем, что есть. А вот скажи, вот, ну, это плохой вопрос, цель, да, расследование, ну, как ты видишь идеальный импакт, да, на что это расследование должно повлиять, что вот есть репик и его семья, которые пытаются жить в Америке, которые связаны с Америкой, с одной стороны, с другой стороны, эта компания зарабатывает на реконструкцию, на восстановление купюр на Мариуполе, да, где нет никаких нормальных тендеров, ничего нет. Вот, как ты видишь идеальную реакцию, ну, не знаю, западных властей на это расследование? Репик должен полностью переместиться в Россию или что? Вот, как ты видишь? Нет, ну, идеальная, да, если мы говорим, если идеальная, то, мне кажется, после этого Алексей Репик, наверное, должен вернуться, как мне кажется, в ту страну, в которую он стремился, продолжать там жить, например, и выступить против войны и требовать остановления войны, тем более, что рычаги, так скажем, для разговора у него есть, потому что еще важные истории рассказали, ну, например, Репик предоставлял свой самолет для одной из дочерей Владимира Путина, для того, чтобы она летала к своему возлюбленному в Мюнхен, а с другой дочерью, кажется, тоже есть много совместных интересов, потому что фабрика в Германии Алексея Репика выпускала в Европе спутник ВИА, это связано с фондом РФПИ, и ряд проектов вот лежат в области медицины, которой интересуется другая дочь Владимира Путина. У меня последний вопрос к тебе личный, но сначала, например, я вас задам, я хочу, чтобы вы посмотрели, что Илья Яшин в интервью Дудю о тебе сказал, а потом задам вопрос. Можно посмотреть? Хорошо. Есть много примеров людей, которые уехали из России и приносят моей стране очень много пользы. Кто, например? Ну вот, например, у меня был помощник Михаил Моглов, который работал со мной в 12-м году, и из-за угрозы ареста по болотному делу он уехал, сейчас живет в Литве. Но человек живет своей жизнью уже там 10 лет, да, но при этом он там работает с какими-то открытыми источниками, он работает с биллингами, он помогал вычислять участников группы убийц Немцова, которые не были даже следствием обнаружены. Ну, то есть человек делает много полезного, оставаясь за границей. Вот такая вот реклама тебе от Ильи Яшина. И мой вопрос следующий. То есть постоянно есть такой дискурс, да, причем не только по отношению к журналистам, по отношению ко всем, кто уехал, политикам или простым гражданам, да, как только вы уезжаете из России, ну, например, журналисты, да, вы теряете адекватность. Вот здесь такой прям стереотип. Вы теряете адекватность, вы не понимаете, что происходит, собственно, ну все. Вы как для профессии забыты. Вот ты уехал больше 10 лет назад, ну или 10 лет назад, да. Вот есть такая статистика от Ильи Яшина. Как ты думаешь, ты сохранил адекватность, о которой все говорят? Если да, то благодаря чему? Слушай, ну это сложный вопрос. Я могу, конечно, сказать, что я сохранил адекватность. Наверное, найдутся люди, которые в том числе и, которые сейчас и находятся в России за пределами, могут оценить, что нет, я ее не сохранил. Но мне кажется, что... Понимаешь, какая штука? Во-первых, я уехал давно. Тут как бы сложно сравнивать себя с людьми, например, которые были вынуждены уехать недавно. Потому что эмиграция такая штука. Ты можешь что-то делать, когда ты обустроил, во-первых, себя, свою жизнь, и ты находишься в стабильном психологическом состоянии. Это очень важно. А во-вторых, для того, чтобы сохранять адекватность, надо ко всему относиться критично и каждый раз, ну не знаю, сверять, общаться с людьми, несмотря на то, что вы уехали, у каждого из нас много друзей, знакомых, приятелей. И это общение, оно как бы... Ну, интересоваться в том числе жизнью, ощущениями, как люди думают. И все время вот быть критичным, и в первую очередь быть критичным к себе. Мне кажется, это вот то, что я, по крайней мере, стараюсь практиковать и все время как бы сверяться. А адекватный я или нет? Это же оценочный. Ну, кто-то считает, что да, уверен, что найдутся люди и нет. И, не знаю, на то же расследование я, по крайней мере, не видел, но из-за, в принципе, реакция реально, ну такая существующая, я думал по этому поводу. Ну, потому что после репика, например, и это неважно даже с расследованием, в следствии или после, он может попасть под санкции. Его компания также может попасть под санкции. Это сильно ударит, скорее всего, он захватил значительную часть рынка. Это ударит по препаратам. Ну, с гуманитарной точки зрения, это как бы там большая проблема. И хорошо ли это? Что ты отвечаешь на таким призем? Ну, у меня нет ответа, потому что в этом смысле, например, под санкции Великобритании репика попала еще до выхода нашего материала. И это никоим образом, с одной стороны, не связанные вещи, но мне кажется, это ложное в любом случае будет чувство. Проблема заключается в том, что он захватил большой рынок и стал заниматься тем, чем ему не надо было заниматься. Поэтому у меня как бы нет ответа. Я понял, да, но кто-то скажет, что ты потерял экипажность. Я надеюсь, что... Вот, поэтому, ну, кто-то там посчитает, что, не знаю, этого делать нельзя. Не знаю, мне кажется, нельзя в первую очередь помогать обустраивать оккупированные территории и соучаствовать в этом. Особенно, когда ты, в общем, не собираешься там жить в первую очередь. Ну, в общем-то, и в России... Да, ну, тебе тут же скажут, кто-то же должен так или иначе отстраивать Мариуполь в любом случае. Понятно, что территория должна быть возвращена Украине, но сейчас тебе возразят люди, да? Нет, возразят, но я не знаю. Я хочу, чтобы Мариуполь отстраивали украинцы, потому что это территория Украины, а Мариуполь и другие оккупированные территории должны вернуться к Украине и отстраиваться, очевидно, при участии в каком-то виде России, потому что, как бы, в данном случае Россия виновница того, что цветущий город превратился в руины. Это, кстати, очень классная тема сейчас у нас возникла, да? Да, ну, то есть я не считаю, что... Да, с одной стороны, с гуманитарной, если мы берем каждого отдельного жителя в Мариуполе, который остается жить, а это в том числе украинцы, это как бы проблема. Но тут вопрос, что является причиной этой проблемы, я считаю неправильным соучаствовать в оккупации. В данном случае семья Репика приняла в этом участие. Это плохо. Это как раз вот то, что наша дискуссия, да? Я думаю, ну, вот те, кто читает расследования, они меньше об этом знают, но это часто дискуссия об этике, да, и о расследованиях. То есть когда ты, ну, с одной стороны, мы же говорили вначале, да, общественно интересное, на твоей стороне абсолютно, да, но, с другой стороны, влияние на людей твоего расследования может быть даже не только, на которые ты рассчитываешь. Вот здесь как раз дискуссия об этичности, о которой можно долго говорить. Да, сейчас, да, но я очень коротко. Ты понимаешь, когда ты говоришь про общественный интерес, это тоже не самый простой вопрос для меня, потому что про, не знаю, общество, какой страны мы говорим. Да, я гражданин России, но я давно не живу в России. Я там, не знаю, живу в литовском обществе или в европейском, если угодно. У меня много друзей из Украины, и я сам там год прожил в Украине. Я в этом смысле, у меня, не знаю, может быть, немножко такое атрофированное, я исхожу не столько из общественного интереса, а, не знаю, из разряда, где правда лежит, кто прав. Вот мне в данном случае, я пытаюсь ответить на ряды вопросов. Если, там, война это плохо или хорошо, война это плохо для меня, соответственно, я от этого отталкиваюсь и от того, что этой войны не должно быть, а виновники ее должны, ну, как бы, быть наказаны и понести наказание те, кто начал эту войну, те, кто участвует в ней. Спасибо, Миша. Я надеюсь, что мы будем в прослушке возвращаться к этой теме этики и расследований, потому что ты начинаешь от данных и баз данных, а заканчиваешь моральными вопросами. Спасибо большое, Миша. Это Михаил Моглов, который для YouTube-канала Ильяшина сделал расследование про Алексея Репьки, который восстанавливает Мариуполь. Спасибо, Миша. Спасибо, что позвал. Ну что, три героя...